Они постоянно общались и с теми, кто жил на Западе, и с теми, кто жил на Востоке, естественно, и со своими братьями славянами, да, из других племен тоже общались. Отношения складывались по-разному, где-то дружественные, а где-то не очень дружественные, а именно связаны были с взиманием Дани. Вот те, кто чувствовал себя немножечко помощнее, посильнее, они, приходя на другую землю, на территорию других племен, накладывали так называемую дань, то есть какую-то денежную необходимость, деньги, которые должны были уплачивать, и не всегда деньги, конечно же, что-то, что нужно было уплачивать взамен на спокойствие, на мир. И вот с северо-запада, из-за Балтийского моря, из-за Балтийского моря, да, продукты, Ярик, абсолютно правильно, ты меня дополняй, конечно же, ты очень много знаешь, продукты, предметы сельского хозяйства, да, продукты производства, ремесленного производства и так далее. Все, чем обладали, они вынуждены были отдавать за то, чтобы обеспечивать мир на своих землях. И вот если на северо-западу такую дань накладывали, деньги, да, ребята, умнички, молодцы, дополняйте обязательно, вы много чего знаете. И если с северо-запада эту дань накладывали скандинавские племена, да, пришедшие из-за Балтийского моря, там, где сейчас находится Швеция, Норвегия, я думаю, что вы знаете эти земли, даже германские племена. С востока, с востока, сейчас забыла совсем планшет, включусь, включаю планшет, с востока накладывали дань на славянские племена тех, кого называли хазарами. И вот в 859 году случилось много неприятностей. На Руси, в славянских племенах, был такой обычай, среди славян и среди балтийских племен, среди скандинавских племен был такой обычай, который назывался повольничество. Когда собиралась ватага молодых, здоровых, крепких ребят, и они уходили, кто за море уходил, кто в другие земли уходил, как говорилось, себя показать и других посмотреть. И, скорее всего, по преданиям, да, это восстановление, конечно же, историки сейчас восстанавливают возможные события. Скорее всего, в 859 году случилось так, что в Новгороде собралась такая ватага, да, молодых людей, которые должны были защищать город, и отправились они либо вниз по течению реки, рек на юг, либо в другие земли, ну вот для того, чтобы поискать себе счастье, как говорится. И в этот же год этим воспользовались, не применули, воспользоваться варяги. Кто такие варяги? Почему я постоянно упоминаю это слово, в отличие от викинги Норманы? Да, Ярик абсолютно верно. Вот Ярик дополняет, говорит, что Хазары, ты написал, что это равно викинги, равно Норманы, я не поняла. Хазары и Норманы, это немножечко не одинаковые понятия. Хазарские племена, это восточные племена, которые пришли со степи, вот отсюда они нападали, Хазары. Норманы, это жители, их так и называли, жители северных земель, они пришли у нас с территории современной Швеции и нападали с северо-запада, приходили с северо-запада, не всегда нападали, но приходили с северо-запада. Я немножечко недопоняла твою мысль. Ага, да-да-да, Хазары главные враги. Да, одни из главных врагов были, нападали с востока. С востока. Ага, ничего страшного, Ярик. Мы, ты, может быть, исторически так наложилось у тебя. Ну вот мы помним, буковка Хелнас, Хазар, это жители восточных степей, они нападали с востока. Норманы, это жители северных земель, из-за Балтийского моря нападали. И вот этих самых Норманов по-разному называли, да. Среди одного из названий в Европе их знали как викинги. У нас на Руси, будущей Руси, да, в славянских племенах, их звали как варяги. Вот давайте разберемся, что означает слово вот это варяги. Вообще, славяне много с кем общались, и вот варяги были одними из них. Это не только воинственные были племена, это не только воинственные отряды были. Варягами называли людей, которые приходили в том числе и торговать на территорию Руси. Варяги это те, та часть викингов, да, скандинавов, которые приходили с торговой целью. Они, как правило, переправлялись через территорию славян по реке Волхов. Далее перетаскивали свои ладьи в реку Днепр. Здесь была небольшая сеть маленьких речушек. Могли и волоком тащить по суше. И вижу в чате, сейчас я прочитаю сообщение. И попадая в реку Днепр, они спускались до ее устья. Алисочка, сейчас я твою руку вижу. И попадали в Черное море. Там через Черное море вдоль берегов его, как правило, да, спускались в Византию уже. Да, туда, где Алиса хотела сказать, в то государство, с которым хотели торговать. Алиса, слушаем тебя. Балтийское море находится в Риге. Балтия, Сюра, Влад. Да, а ты оттуда, да? Да, я в Риге живу. Отлично. Конечно же, Балтийское море, это, получается, северный берег, да, Прибалтики и Риги, в том числе. Рига потрясающий город, я очень его люблю, очень красивый город. Спасибо, Алиса, большое за дополнение. Ну, Никит, ты очень так сурово относишься. Я так понимаю, убийцы Руси, ты про кого говоришь? Про Хазар или про Варягов? Про Варягов. Про Варягов ты говоришь, да? Но на самом деле, действительно, полностью сказать, кто это были для славян, наверное, очень сложно. Почему? Помните, в самом начале мы говорили о том, что источники, особенно письменные источники, по которым мы точно можем определить историю, они появились гораздо позже, чем те времена, о которых мы с вами говорим. О тех временах, о которых мы с вами говорим, это 8-9 века, да? О них осталось очень много... Что? Кто-то хотел что-то сказать, нет? Вот о тех временах, о которых мы сейчас говорим, осталось очень много устных воспоминаний, да? И когда они передавались из уст в уста, вы же понимаете, что информация, она может меняться, да? От человека к человеку. Один понял, так, например, передал. Вы даже попробуйте игру. Знаете сломанный телефон? Да. Да. Вот отличная игра. Можно сказать, что вот сейчас мы говорим об историческом сломанном телефоне, когда где-то в 8-м, даже в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м веках, да, что-то случалось. Конечно, это оставалось в памяти народной, но передаваясь из поколения в поколение, конечно же, информация где-то путалась, да, Александрочка, вижу тебя, говори. Я нашли, когда сломанные телефоны были, какие-то серёжки, они вышли как по гиги-гибуги. Вот видишь, как насколько изменилась информация, да, серёжка, и какие-то в итоге непонятно что, да, получилось. То же самое можно сказать и здесь, что информация, конечно же, что-то передавалась, а что-то как снежный ком, знаете, накладывалось, кто-то домысливал что-то. Воображение же у нас ещё, да, у людей богатое. Кто-то, например, дополнит по одной черте для тех же самых варягов. Кому-то варяги насолили, например, да, и их считали ворами на Руси, а кого-то, наоборот, защитили, да, какого-то купца, и он считал, что это хорошие люди. Поэтому вот информация свойственна меняться немножечко, да, как видоизменяться, где-то искажаться. Ну, что-то, 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 возможно, до нас дошло в истинном виде. Поэтому мы с вами говорим о возможностях, конечно же, да, о том, что возможно было так, что осталось в русских сказаниях, скажем так, и попало в ту самую повесть временных лет. Так вот, мы сейчас будем отталкиваться с вами от средних версий, которых в основном придерживаются историки. Договорились? Никита, пожалуйста, ты хотел что-то сказать. Пожалуйста, Никит. А у меня вопрос. А вот в те времена, о которых мы сейчас говорим, ну, на Руси сейчас торговались с теми, кто жил на Тигре и Ефрате. Ты знаешь, да, очень хороший вопрос у тебя. И вы, наверное, знаете о Великом Китайском Шелковом Пути. Слышали такой торговый путь? Да. Шелковый путь я слышу, но мы пока не проходили. Так вот, великая цивилизация, китайская цивилизация, которая находится далеко от Руси, на Юго-Восточной Азии, да, в Юго-Восточной Азии. Сейчас нет у меня карты под рукой, к сожалению, чтобы не показать вам. Так вот, там сформировался путь, который проходил немножечко севернее Гималаев, и он шел через территории Узбекистана, в том числе, да, через город такой великолепный, Самарканд, и затрагивал как раз территорию Тигра и Ефрата, Междуречье, да, вы об этом, наверное, говорите, доходил до восточного побережья Средиземного моря, там, где находились такие цивилизации, как палестинская цивилизация, да, Финикия когда-то находилась. Сейчас, Никиточка, сейчас скажешь свое слово. Вот смотрите, вот это был основной путь, но постепенно от него шли ответвления. Постепенно появился морской китайский путь и северный китайский путь, и часть его заходила даже на Русь. Но не совсем, конечно же, в то время, да, но приблизительно кто-то говорит, что до 8-9 века, кто-то после уже говорит о том, что это было Московское царство. В общем, тут тоже историки немножечко путаются. Но косвенно, косвенно, не напрямую, конечно же, да, напрямую, наверное, торговли не было, но косвенно, через даже тех же хазар, несмотря на то, что с ними были воинственные отношения, да, не совсем мирные отношения, но даже с ними происходил какой-то обмен. И хазары дальше продолжали свой обмен на восток. И вот таким косвенным путем, да-да-да, евреи, это Палестина, как раз о чем я говорю, правильно, Никит? Вот, и таким вот косвенным путем, скорее всего, торговля шла, потому что разные предметы, как славянской культуры, так и греческой культуры, восточной культуры, находятся в совершенно разных местах. И если задуматься, почему такое происходило, значит, были связи, да, если не напрямую, то косвенно. Итак, на этом моменте есть у кого-то что-то еще спросить? Никита, что ты хотел сказать, дополни меня. А вот я хотела спросить, а вот в те времена, в Узбекистане выращивался хлопок? Хлопок выращивался, это же был один из самых основных, да, основных сельскохозяйственных культур. Хлопок поставлялся, да, как из Китая шелк, так и из территории Средней Азии поставлялся хлопок, да. И последний вопрос, а Русь торговала с Египтом или из Египта в Русь что-то завозили иногда? Вот опять-таки, такой же ответ будет, наверное, скорее всего, как и с Междуречьем. Напрямую скорее нет. Были единичные случаи, единичные случаи, но напрямую торговых путей, которые шли до самого Египта, их не было. До Константинополя, через Черное море, да, мы будем говорить о нем, путь из Варяг в Греки. Дальше по территории Малой Азии, но купцы славянские, а потом уже русские купцы, да, они еще не пускались в такой путь. Вот даже если рассмотреть торговый Великий и Шелковый путь, огромный, да, вот этот, не очень-очень. Раньше считали, что, ну, что мы это, у нас раньше были воры, их называли варягами, они прямо это, ну, викинги, потомки, ну, они были викингами. Викинги, да-да-да, норманы. А давай сейчас вернемся к ним, хорошо, к викингам, и еще раз подробно рассмотрим, кто же это был. Действительно, воры одни были, или разбойники, или все-таки там тоже хорошие люди были, какую-то они нам несли пользу. Вот по поводу торговых путей, даже Великий Китайский Шелковый путь, если рассматривать, он делился на участки. И те, кто шел из Китая, например, до того же Узбекистана, например, да, он доходил определенный участок, дальше передавался товар, расплачивались купцы между собой, и товар дальше проходил караванными путями, дальше по этому пути, да, но тот, кто шел из Китая, он дальше не продолжал свой путь, он возвращался обратно. Вот, поэтому, да, Никита, сейчас дополнишь меня, поэтому были единичные случаи, конечно же, путешественников, да, в далекие страны. Гораздо позже, конечно, уже во времена сильного такого княжеской, сильной княжеской власти Киевской Руси, да, появлялись даже те, кто доходил и до Индии, были такие путешественники. Может быть, кто-то знает Афанасия Никитина? Не слышали о таком? Путешествие за три моря? Я знаю такого, я знаю. А я слышу только Афанасия... Я тоже знаю. А я знаю только Афанасия Афанасевича Феда, а вот Афанасия Никитина... Ну, Фед, это немножечко другая отрасль, немножечко позже он был, да, это поэт великолепный, отечественный наш. А вот Афанасий Никитин, это купец, который в свое время достиг от Руси сухопутными морскими путями, он дошел до Индии и все это описал в своей книжке. Это было потрясающее, очень долгое путешествие, но оно случилось. Но опять-таки говорю, что это были единичные случаи. Никит, ты что-то хотел сказать и побежали дальше. Вы вот недавно напоминали о пути из варягов к греки. И я хотела сказать, что из-за этого пути было ясно, что они не торговали с греками. Кто они, варяги торговали или славяне? Ну, варяги ведь от варягов к греки. Из варягов к греки, да. Раньше славяне, у них не было даже своей письменности, они были диким народом. Это кто мне сейчас говорит? Да. Меня просто не видно, кто. Самсон? О, нет, не Самсон. С кем просто вести диалог? Я не знаю, по имени кто мне сейчас. Кравков Савва. Савва. Еще раз говорю, что о древней-древней, вот этой древней истории славян и Руси известно не так много, к сожалению. Известно в основном по устным преданиям. И то, что сохранилось, доносят иногда противоречивые данные. Считается, что кто-то из ученых считает, что славянская письменность имеет очень глубокие корни, да. Но не в том виде, в котором знаем мы ее, в виде кириллицы, да. Скорее всего, это были другие символы. Это глаголица, более раннее письмо. И напоминает оно письменность таких древних некоторых цивилизаций, как, например, финикийская цивилизация. Финикийская цивилизация. Если вам интересно, вы загляните, посмотрите, какой алфавит был у финикийцев. Это великие торговцы. Тоже были не совсем люди такие, не совсем хорошие в некоторых случаях, да. Говорят, что это первые пираты Средиземного моря. Но у них сформировалась письменность. И алфавит русичий, древних, не русичий, сейчас вы поймете, почему не русичий, а именно славян, он напоминает вот этот вот алфавит финикийский. По поводу дикости, дикости, это тоже один из вариантов, да, взглядов, один из взглядов на историю славян. У нас, как всегда, ученые, они разделяются на несколько лагерей, конечно, да. Кто-то с пеной урта доказывает, что это дикие народы. Кто-то, наоборот, доказывает, что это народы, славянские племена обладали очень высокой культурой. Кто-то стоит посерединке, говорит, что, конечно же, кто-то говорит о том, что, конечно же, у этих племен славянских были свои традиции, не могло быть иначе. Были свои традиции культурные какие-то, да, дорелигиозные, дохристианские. Были, конечно же, способы передачи знаний, естественно, да. Были обычаи свои. Язычные. Озеро Ильмель, Волгу, Волга там. Вот кто-то мне написал по поводу язычников, да, да, это были язычники, как и многие другие древние цивилизации. Язычниками называли всех, в принципе, кто верил во множество богов. Богов, которые называли силы природы. И это были как раз и на Руси, и потом до Великого Крестения Руси в Азиме. Абсолютно верно, абсолютно верно. Давайте мы сойдемся на том, что язычники – это люди, это славяне в том числе. В том числе, но не только славяне были язычниками. Язычество было практически у всех народов на ранней стадии их появления. Язычниками мы назовем все народности, которые верили во множество богов, олицетворяющих природу. Языцы, слово язычники появил, это такое, кто-то говорит, что это древнее греческое тоже слово, да, от слова языцы, иной, иной по вере, да, не похожий на нас. Вот, такие, такие слова. Да, три бог. Да, было много, мы как раз к этому придем с вами, да, и к языческой вере, к языческой религии. Она тоже по-своему интересна. А вы знаете, что... И тогда в этой языческой вере были придуманы такие существа, как кот-баюн, домовой, домовой, гомаюн, водяной, кирин. Они полиэстическими мифами. А вы можете предположить, почему такие появлялись, почему такие персонажи появлялись? Вот леший, да, все правильно говорится. Они считались богами, покровителями того или иного места. Например, домовой, он был покровителем дома, а вот кот-баюн, он был покровителем сна. А злый, например, не покровителем злый. А леший, например, защищал лесные просторы, да? И он мог относиться как по-доброму к человеку, вступившему в лес, а мог напугать, в зависимости от того, с какими мыслями приходит человек. И тогда, кстати, была придумана и русалка. И русалка, да, конечно же, это дух реки, да? Кто-то говорит, что это дух умершей девушки, да? Кто-то говорит, что это дух, который, наоборот, спасает, да? Не дает утонуть человеку праведному. А я вот, она же читала мифы древних славян, и там русалка чуть не утопила на одну девочку, которая за ягодами прыгала через ручеёк, где эти русалки весенние. А вы, может, задумаетесь над таким? Может быть, специально сочиняли какие-то сказки, чтобы, например... А, я понял, напугать их! Напугать? Буга, там... Ну, это... Бука! Угу. Например, детям же нужно объяснить, почему нельзя подходить близко к водоёму. Нужно же объяснить, правда? Да. Да. Они думали, что это русалки. Да. Как объяснить, что нельзя заходить одному в лес ходить? Как объяснить? Только немножечко припугнув, конечно же, да, что там тоже водятся духи. А взрослый человек уже верил, что этот дух, который, если его очень хорошо попросить, он поможет выйти из леса, если человек заблудился. И, наоборот, если ты заходишь со злыми мыслями, какими-то со злыми помыслами, да, наоборот, сделать так, чтобы человек не вышел из этого леса. Это всё связано очень... Это очень такое серьёзное, знаете, вот, мировоззрение. Да, мифы. Мифы, конечно же. Мифы Древней Греции, Рима, всяких городов. Ну, тогда русалки жили в реках, только, наверное, они стали ещё в морях, только после того, как нам придумали, что там мы айси, вроде бы, русалку поймали и в море бросили. Конечно, там места много. Да, больше места где развернуться можно. У русалок были мужи, мужи водяные. Водяные. Хорошо, а давайте мы... Про царь, вот, я знаю, тоже. Были, ну, такая, есть, руссконародная, где, где там, там, мужик рыбачил, и, ну, там, на гуслях, на скому-то царю играл. Ты про Садко говоришь, да? Ты про Садко говоришь. Да. Так, ребят, ну, давайте мы продвигаться будем дальше. Хорошо, языческую культуру мы ещё возьмём с вами. Она очень многогранна, она очень интересна. И всё-таки мы разберёмся, хорошо, кто ж такие варяги вообще, какое отношение они к нам имеют, к славянам. Пока мы говорим с вами о славянах, не о Руси, дорогие мои. Итак, мы с вами покинули славян в 859 году, когда по некоторым данным, когда по некоторым данным из Новгорода ушёл целый отряд молодых людей, готовых его защищать, и в этот момент на Новгород нападают варяги, да, варяжский отряд. Нужно сказать, опять-таки, что варяги это не просто какие-то пришлые, непонятные племени. И не надо. Ну, какого-то у нас включён. Ну, то есть варяги у нас не только пришлые какие-то там разбойники, да, с которыми общались, вернее, не общались, которые только нападали на славян. По многочисленным данным и сначала устным преданиям, да, потом переложенным в письменном виде как раз вот в летописи, говорится о том, что варяги, они с несколькими миссиями приходили к славянам. Они общались с ними и на торговых основах, и, кстати, нанимались защищать местных купцов, когда те отправлялись по пути из варяг в греки. Путь из варяг в греки, мы под ним будем подразумевать с вами, путь торговый, который лежал от берегов, начинался он на севере Балтийского моря из Швеции, в берегов Швеции современной, да, через Балтийское море до реки Волхов, и оттуда караваны спускались по речной системе. Там, где не было рек и нужно было переправиться по суше, ладьи доставали на берег, волоком тащили, мы со всем этим тоже разберемся с вами, как это происходило, волоком тащили до Днепра, и по Днепру уже спокойно они переправлялись вниз. Внизу там тоже небольшие препятствия у нас были в виде порогов, да, нужно было опять вытащить ладьи, по суше перебраться, эти пороги преодолеть, и обратно в реку уже, а то и уже в само море спуститься. Раньше были такие корабли, ну, у викингов есть, вот они назывались как? Они назывались ладьями, да, для заработка, вот такие бизнесмены, пишет Ярих, да, абсолютно правильно, и Никита добавляет, что это были караваны с дорогой тканью, в том числе, Никита, абсолютно верно, ты молодец, умничка. Так вот, с варягами славяне имели дело очень часто на самом деле. Ярик хочет что-то сказать, пожалуйста, Ярик. С кувшинами. У меня появился вопрос. Да. Ладья, это же фигура в шахматах. Да, это фигура в шахматах, но и это форма, это форма варяжского судна. Давайте мы ее сейчас, кстати, с вами изобразим на бумаге, нам нужно будет ее вырезать и приклеить. На этой ладье у нас прибудет рюрик в земли славян. Пока мы будем вырезать, рисовать и вырезать, мы продолжим рассказ. Я продолжу рассказ, чтобы вы не просто слушали хорошо, а с определенным, с определенным делом. Я только что понял, почему вот эту шахматную фигуру назвали ладьей. Почему? Потому что ведь она же ходит прямо влево-направо, прямо назад, и только по прямой, а не по диагонали. И ладья так же. Почему? То есть она может ходить только прямо, так же, как и двигаться ладья, да, может прямо двигаться, а не в каком-то другом направлении. Возможно, слушай, очень классное предположение. Только почему-то ее сделали в виде башни, а не в виде корабля. Кстати, а давай к следующему занятию, Никит, подумаем над этим делом. Ты очень хороший вопрос задал, да, по поводу, я даже, не было у меня аналогии именно с шахматной ладьей. Почему ладья? Всегда ли ладья называлась ладьей? Вот смотри, сколько вопросов. Давай, в следующий раз нам расскажешь. Договорились? Ну, я, ну, вряд ли, потому что у меня много, вряд ли я смогу перео подготовиться. Слушай, ну, неделя будет, попробуй, посмотри, вдруг у тебя придет какое-то озарение, ладно? А сейчас мы вернемся к той ладье, о которой... Ну, это придет, я, может, время будет, если сегодня, я, может, загуглю сегодня, презентацию, может, подготовлю. Хорошо, давай. Ярика, ты не сказал, что ты не понимаешь, не понимаешь конкретно что? Про ладью как раз, ее форму. Хорошо, давайте попробуем разобраться с этим, но это немножечко не тема наша, да, конкретная. К концу занятия мы еще этот вопрос поднимем, договорились? Я себе записала обязательно? Ну, у меня есть положение одно, которое... У меня, потому что, да, видите, ладью чем сбивали, ну, не чем, а откуда сбивали, в башень. Поэтому и башню, может, избрать, делали. И, может, раньше она была в виде корабля, но почему-то башней стала. Вот, а еще, вот смотри, Никит, ты очень правильно, и Ярик тоже правильно предположил, что ладья, это современное название. И вы сказали, что она похожа на башню, а может быть такое, что название было другое, не форма этой фигуры была другой, а именно название, и оно было связано с башней как-то. Можно предположить? Давайте мы пока оставим это предположение, хорошо? Возможно. Ярик, давай, последнее твое выступление, и побежим дальше, а то мы не успеем нашу тему. Давай, пожалуйста, говори. Ярик. Вообще-то ладья, у нее сверху какая-то защита для обстрела. Возможно, с этих кораблей стреляли. Может быть, может быть. Я абсолютно поддерживаю вашу идею, но еще я просто предполагаю, что, возможно, здесь разница в названии. И, скорее всего, просто раньше башни, вот эти осадные, ну, она похожа на башню, с которой либо отстреливались, да, осадная башня так называемая, их называли совершенно по-разному, у разных народов то же самое. В том числе, может быть, название было другое, и предполагалось что-то другое со смыслами. Смысл этой фигуры, да, был, может быть, в чем-то, в чем-то был, почему ее так назвали, и почему ее так изображали. Но это немножечко другая наша история. Очень важный вопрос. Да, загадка. Давайте подумаем над этой загадкой. И, может быть, к следующему занятию и у вас что-то будет, вы что-то найдете интересное. И я обязательно тоже подумаю. Спасибо огромное за такую идею. Так, а мы продолжаем. А когда будет следующее занятие? Что? Когда будет следующее занятие? Следующее воскресенье. У нас целая неделя с вами подготовиться. Итак, давайте все-таки вернемся, да, в тот год, когда на славян напали варяги. До этого они, возможно, общались между собой в мирных целях каких-то, да, в целях торговли в том числе. Об этом были тоже сообщения. Вот. И так как новгородцы были вынуждены платить варягам дань, выплачивать, да, за свое спокойствие, что-то, скорее всего, между ними произошло. Мы строим предположения. Заметьте, пожалуйста, да, это не совсем исторические данные. Мы строим предположения. Вот. Александра, давай. Просто сегодня нам понадобятся ножницы или нет? Да, да, да. Да, нам сейчас, смотрите, пока я говорю, чтобы вы не просто сидели, слушали меня, скучно будет так, мы с вами будем что-то делать руками. Листок бумаги нам пригодится, ну, хотя бы так вот полосочка небольшая. Зачем? Зачем? Затем, чтобы мы нарисовали и вырезали нашу ладью. Хорошо? Вот эти самые варяги прибывали на Русь на кораблях, получивших название как раз ладья. Да, вот о чем мы с вами говорим. Судно, они отличались и различались в зависимости от того, какое предназначение у них было. Это были торговые суда, военные суда. Но, как правило, общий вид у них был примерно одинаков. Это были плоскодонные, как правило, суденышки, да, срубленные из дерева. Можно поглубже его нарисовать. Это судно. Вот здесь вот я немножечко уберу. Именно на таких судах, под парусами и на веслах, приходили варяги. Не совсем удобно мне на планшете рисовать. Я думаю, что у вас получится гораздо красивее. Вот то, что я рисую вот здесь полосочки, это дерево, да, которым обшивали ладью. Надо рисовать? Да, давайте порисуем и вырежем эту ладью. Для чего? Потому что на ней прибудет у нас рюрик. Нам нужна будет эта ладья, потому что на ней прибудет рюрик. И здесь ряд весел, пожалуйста, тоже изобразите. Весла, с помощью которых гребли и гребцы в случае силя. Такие ладьи находят очень часто на территории Скандинавии современной. И остатки таких ладей, таких видов суден. Ладья. Ладья, лодка. Да, ладья, лодка. Это да, Никита, да. Но ведь я тоже подсмотрела немножечко по поводу происхождения названий. Все-таки слово ладья шахматное, оно произошло от слова башня, тура. Да, немножечко по-другому называлась эта фигура. А вот почему потом слово тура превратилось в слово ладья, вот этот вопрос еще полемичный у нас. Да, Ярик, пожалуйста. Я, кстати, заметил, то, что Рюрик и Олег, они викинги. Да, молодец, мы как раз к этому идем. Итак, так, что-то у меня здесь слишком, слишком, давайте я так нарисую. Смотрите. Ну, так как коричневое дерево, да, поэтому, блин, нет, некрасиво у меня получается. Сейчас, секундочку, я немножечко покрасивее. Они были Рюриками, ты, ой, Рюриками говорю, Рюрик был варягом. Конечно же, правильно ты подметил, Ярик, не просто варягом, а истинным таким скандинавом. И в русских даже именах очень долго прослеживались вот эти скандинавские корни. Давайте все-таки вернемся к нашей истории. Вот в 859 году случилось так, что славяне отказались платить варягам дань. Что-то между ними произошло, может быть, ссора какая-то, может быть, еще что-то не поделили, может быть, торговые какие-то отношения не сложились. Но, как бы то ни было, славяне отказались платить варягам дань. В тот момент, как я уже говорила, да, по традиции повольничества, часть людей, молодых, которые могли держать осаду города, они ушли в другие земли, либо уплыли по торговому пути, да, об этом тоже история умалчивает. И опять-таки мы говорим о возможно, возможно, что такое было. В общем, некому было защищать Новгород, да. И этим воспользовались те самые варяги. Пришел отряд, который напал фактически, да, на славян. Пришел, напал, разграбил. Спустя некоторое время вернулись новгородцы, ушел обратно, да, и ушли. Спустя какое-то время вернулись новгородские вот эти молодые люди, да. Да, возможно, они поспособствовали тому, что ушли варяги, да, с территории Новгорода, выгнали их. Вот, но... Я, кстати, вспомнил про то, что древнего Олега, ой, Игоря, он, когда дань собирал, он второй раз ее хотел забрать, его за это наказали. Да, давай мы к этому чуть-чуть, Ярик, попозже придем, это следующая наша история, будет очень интересная. И она имела очень серьезные последствия на самом деле. У меня вопрос. Да. И у меня вообще вопрос, а почему вообще варяги называли варягами, что ли? Озеро варяшечка. Какой классный вопрос, Никита, я к этому иду как раз, ты умничка. Очень правильные вопросы задаешь, очень умные вопросы задаешь. Отлично. Вот, смотрите, вы дорисовываете ладью вместе со мной, хорошо? Следующий год, 860 год, он тоже был отмечен вот такими распрями между славянами и соседями Норманами, да, варягами. Между, да, соседями. И вот случилось так, что никак не могли новгородцы, как сказать, никак не могли выбрать, да, кто будет стоять во главе, да, чтобы пришел мир, наконец, на эту землю, да, чтобы текла жизнь по-старому. И, в общем, умирает тоже опять-таки легендарное, да, вот это все легенды, все это мифы, сказания, мы только основываемся на них и, возможно, реконструируем, как возможно могло быть. В общем, был старейшина, хороший старейшина, такой мудрый старейшина среди новгородских племен, его звали Буревой. Если вы посмотрите в историю, то это легендарная личность, как будто сказочная личность, да, то есть ничего точно ясного о нем в истории нет. Так вот, это у меня вопрос. А вот разве не от этого племени Новгородского превзошел город Новгород? Новгород, он появился как раз благодаря Рюрику, да. Новгородский, я говорю, среди новгородцев, но, конечно же, этого поселения, как такового, не было. Были укрепления, и я, кто мне вот правильно, как вы заметили, да, что самого Новгорода-то еще и не было на самом деле. Были славянские племена, на территории которых потом, в дальнейшем, появился Новгород. Именно поэтому упоминается это слово и название города. Давайте мы будем говорить среди славянских, хорошо? Людей среди славян. Не было единства. И вот после смерти одного из старейшин, Буревоя, остался его легендарный сын. Его звали Осмомысл, кто-то говорит, да, кто-то его называет Осмомысл, а кто-то говорит Гостомысл. Может быть, вы слышали такое имя. Вот очень много перекликаний, очень много здесь с этим именем связано таких перекликаний. Кто-то находит это имя среди немецких племен, представляете? То есть говорят, что это был немецкий какой-то старейшина, но не славянский старейшина. Да, немец среди немецких племен. Кто-то настаивает, что это был один из старейшин именно славянских, да? Да. Ну, в общем, у этого Гостомысла, давайте такую легенду вам расскажу, которая, естественно, не имеет четких исторических корней, но считается как одна из красивых сказок на происхождении Рюрика. Вот. У него, у этого Гостомысла были три дочери, и одна из них, якобы, вот Гостомысла уже на смертном одре приснилось, да, что одна из них родит сына, который станет в будущем на место Гостомысла, то есть станет управлять, и якобы этим сыном стал никто иной, как Рюрик. Ну, это одна из историй таких. Что происходило на самом деле? Мы уже подбираемся с вами к 862 году, и вы мне задали очень интересный, Никита задал очень хороший вопрос по поводу того, почему варяги-то их называли. Почему варяги, а не викинги, не скандинавы, не норманы мы их называем? Варяжское озеро. Варяжское озеро, так называли, кстати, Балтийское море. Возможно. Одно время. А, ну, варяги располагались как раз возле Балтийского моря. Их, наверное, так и называли. Так, однажды не рядом же. Возможно, варяги от слова варюга. От слова варюга все-таки. У нас кто-то достаивает на версии о том, что варяги были ворами в основном, или ворами, как правильно. Но одна из версий, почему нет? Ребят, вы, если ладью нарисовали, вырезайте ее, хорошо? Вырезайте эту ладью, она нам пригодится. Куда ее наклеить тогда? Да. И куда ее наклеить? Смотрите, у нас карта есть с вами, да? Карта. Если у вас поместится, то там, где Балтийское море. Если нет, вы можете на новой страничке клеить. Мы там продолжим про Рюрика говорить, хорошо? Итак, еще раз. Если у вас осталось место там, где карта. Я знаю, что у Александры она небольшая карта. Александра, если твоя ладья, ладья, как правильно, да, она превосходит размерами карту, ты, о, замечательно, она у тебя поместится, круто, молодец, клей. Итак, либо на Балтийское море мы ее клеим, либо на чистый лист, где мы будем писать про Рюрика, что-то про Рюрика писать. У меня карта наполнена, вот я не могу наклеить. Тогда возьми следующий листочек, Александра, наклеивай туда, и там у нас будет прям, можешь написать. Вверху давайте напишем вот так. На новом листочке, давайте возьмем все новые листочек, и тема у нас будет призвание Рюрика, хорошо? Вот, призвание Рюрика. Рюрика. И вернемся к вопросу о том, кто ж такие варяги. А я вот вроде бы знаю, как призвали его. Просто гонцов повсюду послали, что приходите править нами. И он пошел до Рюрика. И он приплыл и начал... Вообще Рюрик был... Вообще Рюрик был не русский. И не славянский. Не славянский. Вообще Рюрик, он... Викинг. Да. Ну вот видите, вы тоже разделились на две категории. Вы сейчас... Кто-то говорит, что... Утверждает, что варяги это были типа пиратов сухопутных, да, можно сказать? А можно и речи пиратов. Он откопал Новгород, по легенде. Он его откопал. И там все, княжичи. Откопал или он возвел? Ну, я когда читал книгу одну, там было, что прямо откопал. Ну, скорее всего, не Новгород, а древнейшее поселение, да? И на нем воздвиг новое поселение, где обосновался, да? Да, и все там править. Править, отлично. А вы знали вот то, что Рюрик, когда он приехал править, ему сажарили лося, и еще глины на его, как бы, обклеили. А для чего? Ну, я не знаю, я только не знаю, я просто видел в одной, вроде бы, советской передаче. Я поняла. Я помню, что называется Новгород. Новый город. Новый город, конечно же, да-да-да. Ну, мы вот сейчас к этому и идем. В общем, смотрите, по поводу, давайте разберемся все-таки с варягами, почему их так называли, да? И откуда все-таки произношение произошло слово Русь. Варягами называли часть славян, ой, часть викингов, часть викингов, которые приходили именно на территорию славян. Они не просто приходили на территорию славян, да, общаться. Иногда вы видите, что они, видели, что они воевали со славянами, да, нападали на их земли, накладывали дань, но очень часто они торговали по пути славян. Им нужен был, нужны были связи со славянами. Для чего? Для того, чтобы торговать по тому пути, который связывал Скандинавию и Византию, потому что Византия была богатейшей империей. И куда бы можно было еще сплавлять, и где продавать свои товары, где получать деньги. Но не среди же только тех народностей, которые сами только-только сформировались, нет у них еще никаких денежных отношений. Я имею в виду, что сейчас вот на данном этапе, да, вот уровень славян был не настолько велик, чтобы быть полноценным, полноправным торговым партнером для викингов. А викингам нужны были торговые полноправные партнеры. И кто это мог быть? Уже те цивилизации, которые сложились. Я вижу, да, сейчас кто-то хочет дополнить, сказать. И нужны были такие партнеры торговые, которые могли платить, могли покупать товары. И для варягов это были никто иный, как жители Римской империи бывшей, да, Римской империи. И жители, это греки, жители Византии. А чтобы добраться до, ну, до Рима мы не обсуждаем этот путь по Европе, да, а вот чтобы добраться до Византии, нужен был как раз путь по славянским территориям. И со славянами нужно было строить как-то отношения. И они строили отношения. И не только нападали, но еще и торговые отношения. Они, спускаясь, например, по реке Днепр, они предлагали свои услуги в качестве охранников, например, да. Вот те самые варяги, они очень часто, даже то, что передали легенды, да, до нас дошло в легендах, они нанимались как защита, защитные отряды для старейшин и для торговцев славян. И еще один момент, еще одно такое упоминание, сейчас мы подойдем к самому интересному. Так, две столицы, мы попозже к этому придем, еще нет у нас две столицы. Абсолютно верно. А почему Верхний и Нижний Новгород, почему Великий и Нижний Новгород, да, мы об этом тоже скажем. Так, так, так. И по поводу Киева, чуть позже эта история с нами случится. Великий и Новгород, и Нижний Новгород, это, кстати, две разные вещи. Конечно, Нижний Новгород, он под Москвой находится, Великий, вон аж где, на севере, правда? Да. Да, первый. И Павел Рурик не в Нижнем, а именно в Великом Новгороде. По одной причине, потому что тогда этого Нижнего Новгорода вообще не было. Не было, абсолютно верно ты говоришь, Ярик, абсолютно верно. Так вот, вот у вас на карте тут точечками как раз можно найти и Новгород, да, но прибыл Рурик сначала не в Новгород. Подождите, давайте до этого дойдем. В Вадугу. Итак, слово варяги, кому интересно, можете записать. Варяги. Первая версия, что это этническая группа викингов, которые общались с именно славянами. Именно со славянами, да, не в Европе общались, не с германскими там племенами, а именно со славянами. Вторая версия, давайте напишем вот так. Я напишу этни. Стоп, 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 я не туда пишу, секунду, чтобы у вас никаких путаниц не было. Мы же с вами завели отдельный лист призвания Рюрика, да. И давайте внизу как раз мы отметим, что кто ж такие все-таки варяги, с этим важно разобраться. Именно варягами был и первый князь Руси Рюрик, да. И Олег вроде бы был этим варягом. Да. И еще сын Рюрика, Игорь. И Игорь, и Святослав. И если мы просмотрим, мы дальше будем говорить. И принял он смерть от коня своего. Вот, кто знает эту легенду, тоже расскажете нам хорошо про Олега. Да, это Олег, он от коня умрет, и он чтоб кормил, чтоб поил, а сам на коня не садился. Другого, наверное, купил. Через череп выпал уже змея и его укусил. Да, вы все знаете, молодцы, здорово. Наверное, у Китая выкупал. Ну, именно поэтому его и вещем, да, назвали, что якобы ему навещали, рассказали, предсказали, да, что он умрет, поэтому его и вещем прозвали. Вещи Олег о нем говорили. Так, ну смотрите, варяги, первая этническая группа. Кстати, варягами были и Святослав, и дальнейшие князья, которые носили такие имена, как Изислав, кто, ну, уже с Владимира, начиная с Владимира, да, можно говорить о том, что, уже вот линия варяжская, она начинает перекрываться славянской линией. А до Владимира фактически считается, что варяги преобладали, почему? Потому что даже имена были, да, в основном варяжские. И Ольгу называли, Хельга в основном, например, да. Можно ли вопрос? Да, пожалуйста. Слушай, пожалуйста, а Святополк был варягом? Святополк, ну, судя по тому, что он был потомком, да, одного из потомков древнерусских князей, то на какую-то долю, конечно, да. То есть все наши русские, древнерусские князья на какую-то долю, естественно, они были потомками и викингов-варягов. Ну, опять-таки, вот здесь вот такой вопрос полемичный, да, а кем были те самые варяги? Кто-то даже говорит, что это немцы были, представляете? Кто-то считает, что они даже выходцами были из немецких земель. А кто-то фашисты, даже тогда уже фашисты были. Ну, не фашисты, да, а все-таки не все немцы фашисты, давайте мы не будем обижать, хорошо? Немцы и варяги, это, конечно, совершенно разные вещи. Германия сейчас находится нерядно с Балтийским морем. А Германия, здравствуйте, а что, она не имеет выход туда? Через Северное море, через Северное море тоже имеет выход, например, да? Все же моря у нас там взаимосвязаны. И Балтийская. Но просто смотрите, что происходит. Здесь некоторые археологи, историки, да, настолько углубляются в эту историю, пытаясь найти корни вот этих вот древнерусских князей, что находят их даже в немецких землях. Почему? Объясню. Потому что очень многие названия славянско-русские и даже немецкие, они, есть между ними повторения, вот с корнем рус. Вот сегодня мы не успели это взять, давайте мы на следующем занятии как раз поговорим об этнических как раз названиях, которые находят и в том числе в немецких землях. Я хочу сказать, что кто-то из историков считает, что варяги даже были этнически схожи с немецким, немецкое происхождение имели. Кто-то считает, большинство, да, считает, что это были викинги. А есть часть историков, которые считают, что варяги, это никто иные, как предки, и предками их были те самые славяне. То есть смотрите, сколько у нас разных совершенно мнений. Как бы в этом во всем не запутаться, правда? Давайте я быстренько допишу, у нас уже заканчивается время. Мэйденчайна, кто-то у меня... Никита уже шутит по поводу Мэйденчайна, молодец. Итак, варяги, этническая группа из викингов. Торговавшая, пишу вот так, торговавшая со славянами. А то я не успеваю вам сказать самое интересное. Давайте второе сейчас. Профессиональные воины вот так напишу, да? Профессиональные воины. И третье. Смотрите, очень важным продуктом на Руси вообще в древности была соль. С помощью нее сохраняли продукты. Соль стоила неимоверно дорого. Достаточно дорого по сравнению со всеми остальными продуктами. Не было ни холодильников, ни морозильников, ничего. Именно соль сохраняла продукты. Чтобы добыть соль, ее, как правило, вываривали. Вываривали. Соль это была вообще единственная, в чем могли хранить продукты. Единственный консервант. Можно, ребяточки, я закончу. Да, мои хорошее время у нас все уже. Итак, так как соль вываривали, и этим занимались определенные группы людей, вот те, кто варили соль, добывали ее, как правило, из морской воды в том числе. Не говорю, что все поваренная есть соль, у нас каменная соль, различные есть виды соли. Вот те, кто занимались вывариванием этой соли, слово варить и варяги. Ничего вам не напоминает общего? Похожие. Ага, вот варягами в том числе называли ту группу торговцев, которые не всем подряд торговали, а занимались вывариванием соли и ее торговлей. Вот, это третье, что я вам хотела сказать по поводу происхождения. Слово варяги вообще откуда, почему? Помните, что это те викинги, которые имели отношение со славянами и, возможно, торговали солью. Вот такие вот у нас будут с вами сегодняшние результаты. Все, я закончила. Вопросы? А можно добавить? Да. У меня есть предположение научное, то, что конь умирает от какой-то смертельной болезни. А потом этим и заразило. А давай мы когда будем говорить про Олега, хорошо, мы вот эти версии тоже поднимем. Договорились? Посмотрите в чат. Да, 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 я уже вижу у нас. Да, соливары? Да, Самсон? Уже надо заканчивать. Да, мы все уже закончили. Самсон, ты прав. Возможно, это были соливары. Все, ребят, я замолкаю. До свидания, спасибо ржезургу. До свидания, спасибо вам. До свидания, спасибо. До свидания. Пока, пока, ребят. До свидания. Это было очень интересно. Спасибо. Очень нравится. Спасибо, Александр. Продолжение следует... Продолжение следует...